Здравствуйте, господа и дамы! С вами Seven Mass Effect Andromeda и Эос, на который мы с вами летим, так как на Хаварле, на этой прекрасной-прекрасной планете, мы закончили все, что могли, до чего вообще дотянулись. Поэтому, прощай Хаварл, возможно, мы когда-нибудь на тебя и вернемся, но пока что хватит. На Эосе, напомню, у нас есть задание скорой и нам нужно установить радиовышки, ну как радиовышки, вряд ли это можно назвать радиовышками, но что-то очень похожее на них, чтобы связь у нас была аванпоста с Нексусом, иначе они там все зачахнут. Да, Продромос, вот именно он. Название какое-то, не знаю, мне не нравится. Оно, конечно, любопытное, но как-то и... Хотя я уже начинаю к нему привыкать, наверное, не знаю. Надеюсь, что мне хватит заряда систем жизнеобеспечения, чтобы проехать там, где радиация третьего уровня, но я надеюсь, что радиация там уже не осталась. В общем-то, планетка с железом. Так, палач-шершень и команду нужно подправить нам слегка. Берем с собой корицу и, я думаю, вместо Пиби возьмем... Пиби что-то как-то вообще ничего толкового не сказала, когда мы ходили в хранилище, аж даже грустно, если честно. Давайте дракка, возможно, может, что интересное скажет. Или нет, давайте Лема. Что-то его давно у нас нет в команде. Не было, вернее. Драка, конечно, вообще толком-то что-то не было. Мы разберемся, короче. Еще успеется, мы только начали игру по факту. Угу. Вот эти вот, видите, баги с тенями? Угу. Мне, кстати, интересно, они были до этого? Просто, может быть, я не обращала внимания? Так, ну шо? Что такое? Крепость кедов, так нормально, реально? Угу. Ну, хорошо. Так, ну круто. Я, кстати, вернула доспехи разведчика ангара. Не знаю, все-таки мне оно больше подходит, наверное, на данный момент. С учетом... Сейчас покажу, короче. Так говорить-то можно, а вы все равно нифига не поймете. Вы уже не помните, какие там у нее циферки. Я сама-то не помню. Так, в общем, суть в чем. Первопроходится, он, конечно, замечательный и все такое. За счет вот этого всего. И эффектов, и мода, которую я втыкала. Но пока что точность мне как бы не так прям очень важна и нужна. Тем более, что я на среднем и ближнем расстоянии дерусь в основном. Спротивление урона, конечно, тоже весело. Но здесь, видите, урон от умения и длительность эффекта. Мне это немножечко поважнее. Ну и максимальный заряд щитов тоже. Тем более еще комбо-щит. Вот этот вот, точнее, комбо-мод на щиты. Короче, пока что рейнджер ангара рулит. Потом посмотрим. В любом случае, я потом, если что, ненужные наборы доспехов разберу. И будет все замечательно. Так, давай посмотрим, что... Ух, тоже его кора. А, ну да, это же уже было. Так, ой, тут еще эти дополнительные задания. Это что такое? Это кора. Вот туда и пойдем. А здесь поставлю, чтобы было понятно, что это здесь. Стой, 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 стой. Подожди, это что такое? Это кто? Ах, хрен бы ж знал. Так, ну пойдем, что ли. Слушай, где у нас тут мужичек-то стоял, который... Вон он, по-моему, да? Нет, это не он. Он, по-моему, где-то тут. Тут вот стоял. Который сказал нам броню первопроходца-то сделать. Ну ладно. Все-таки деловые. Я надеюсь, их не размотают потом. За то, что они исследователи. Хотя, мне кажется, это... Так, а так случится. Зато они успеют хотя бы собрать много новых полезных сведений. Так, это что такое? Продромы с отчетом поставках. Начало записи. Потери при транспортировке грузов наших геодезистов составляют 15%. Если у нас были бы лишние руки, я бы отправила кого-нибудь провести инспекцию непосредственно на местах. Честно говоря, мне это бесит. Места здесь суровые. Меня предупреждали, что потери могут доходить до 20%, но я не обещала, что смирюсь с этим. Доступны координаты убыточных территорий. Ладно. Нам еще нужно, кстати, где-то лагеря каких-то бандитов проверить. Не знаю, здесь это было, не здесь это было. Надо посмотреть будет. Там вообще не указано на какой-то планете. Че, как вообще. Так что, да. Вообще, конечно, можно сейчас это сделать. Просто посмотреть хотя бы. Где это было-то? Dead World. Это было не тут. Вот, медикаменты. Вот где это? Для вон-посту. Вот где это, блин. Смотри, моя. А, это таки тут. А, ну да, это лететь надо. Значит, это не здесь. Просто, когда я помечала и смотрела по карте, как-то вот... Че-то, видимо, я упустила, как всегда. Я помню, оно не подсвечивалось. Я еще такая думала, что за фигня-то такая странная. А хотя, может, оно и реально не подсвечивается. Может, у меня пока что не хватает открытых солнечных систем. То есть, это где-то зал пределами доступных нам территорий. Так. Че я хотела? Я хотела... Вообще, кстати, я забываю, что проще иногда вот так вот сделать. Просто вот так вот. Понька и все. Надо не забывать об этом, чтобы лишний раз не ковыряться. Че, нового нет? В этих журналах? Потому что иногда реально очень много. Всего. Мне кажется, было бы проще, раз уж они разделили по регионам. То есть, Нексус, Элей и так далее. И побочные задания тоже туда воткнуть. Просто их как-нибудь с иконкой рядом с непосредственно заданием пометить. Потому что это побочка. Было бы, мне кажется, удобно. Это побочные. Тут при этом они могут быть и там, и здесь. И в то же время, если смотреть... Не берешься? Нет. По местности задания... Ну, как-то не знаю. Они раздрабливаются, получается. Это не очень как-то удобно. Да я догадываюсь. У нас же еще не обследование хранилища одно. Хм. Поехали. Вот нам. Текстурки. Какие текстурки. Прям чётенько всё так. Учётом того, насколько мы придвинулись. Прям даже видно, из какого материала сделано. Ну, конечно, догадаться будет сложно с учётом того, что это будущее. Но, я думаю, вы понимаете, что я имею ввиду, да? Ты прям так стоишь незаметно, Брэдли? Мы как-то всё, благодаря тебе. Бит дусти, но мы можем адаптировать. Это стоит, когда это ваша. Повторяйте, чтобы вы делаете что-то делаете. Ну, давайте снять немного подвески. Бастит-асс-де-фид-инититив. Копи-пасте-репит. Ты делаешь свою роль. Ну, как-бы, если нагрянут кеттой, а вы не будете обороняться, это вы и повторите. Я пробовала первые два попытки оттенков. Эти люди умерли, пытаясь. И они получили лучше от Нексус. Это где я поднимаю. Мы помним. Вы изменили планета. Но это не легко. Мы используем тех, кто пройдет. Хорошие люди, каждый последний. Я бы был honнен, чтобы уничтожить их. Я не достигнула до конца, но не все умерли, правильно? Да. Они сказали мне, что там были стагерные эваксы. Если кто-то хочет попробовать снова, они приятны. О, и Pathfinder. Это для тебя. Это наш флаг. Покажи, где Нексус может видеть. Это поверил землю нашего первого оттенка в Андромеде. Делай это реально. Слушай, а побочка мне капнула с этим? Хоть бы понять. Да, да, обязательно. Ага. Да? Субтитры создавал DimaTorzok Вот, кстати, да Интересно, а вот этот выбор, он зафиксировался или как-то вот... Нет, или это так, чисто поболтать Потому что если здесь... Вообще, как любопытно, да, смотри Если зафиксировался, замечательно Просто нет Ну, как-то не знаю Флору и фауну у нас есть, кому еще изучать Пускай хоть кто-нибудь... Мы, по крайней мере, точно знаем, что хотя бы одному человеку мы четко сказали Следи за кетами, мать твою Да По крайней мере, совесть моя будет чиста в этом плане Так, у нас что-нибудь Субтитры создавал DimaTorzok Тяжело все-таки двигается камера. И бессмысленно это. Просто я поняла, я, видимо, все-таки нажимала на левую, видите? Иногда оно работает, а вот до этого, до того, как оно начало двигаться, я пыталась подвинуться, оно не среагировало. Она сказала Inquisition? Что-то мне послышало. Ну-ка, еще разок. Черт, нельзя повторить, да ладно, не надо потом переслушать. Я что-то, знаете, как-то особо читаю все субтитры и что-то слушаю Inquisition, что-то у меня, видимо, уже хорошо едет. Ну-ка, хорошо. Медленно ты только говоришь женщину, а ускорь как-то свои процессы внутренние. Так, эм... А, вот же еще, господи. Не бьем? А, вон она, господи. Эээ... Не бьем вам? Что за подстава? Баги? У автоматов нет багов, Кейт Уолкер. Хм... Ладно. Так, вы иные господи. Здесь, знаете, еще раз забраться на корабль? Хм... Так, корица давай, поднажми. Так, очень хотелось сюда попасть. Подожди. Тут я была? А, наушный центр. Прикольно. Хорошо. Тут нравится, смотри. Внезапно камень, да? Так. У меня инвентарь каким-то хреном забит, прикинь. Только сейчас увидела. А чем? Вопрос. Я уже и утиль продала весь. Чем забита-то? Ну, чертежи они не считаются. Прикольно. Надо все-таки вот это, наверное, разобрать. Его нахрен. Жалко, как-то не хочется. О, вот это лишнее явно. Ой. Офигеть, как так вышло? Партизанский талец мне вообще, конечно... Было бы интересно, конечно, посмотреть, как оно выглядит, но... Нахрен. Как так вышло, что у меня все забилось-то? Наверное, моды еще. Что-то с ними надо делать. Короче, надо будет разобраться со всем этим за кадром. Что тут лишнее? Что тут не лишнее? Помогите, пожалуйста. Это мой единственный способ рассказать обо всем, пока никто не умер. Моя рабочая команда все не говорят про технологии реликтов. Они думают, что инициатива преувеличивает их опасность. Что парой... Что парой электродов можно заставить реликты работать на них. Так, это мы уже читали. И это был квест. Ученых спасали. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Да era. Как했어, они не могли отстаться. Это было ли tipos. Или черные в нем, именно я не понимаю. Мы потеряли трек. Но они лаунчили корабль, чтобы помогать эвакуироваться. И ее команда знала. Ты должен был найти ее. Повторяйте транспондер, может быть. Вот, кстати, к вопросу о том, что на кораблях нет оружия. Это была все-таки не военная миссия. И посмотрите, сколько пушек нужно было устранить на ковчег. Ковчег такая дура. Вы помните его размеры? Этого ковчега. Это, блин, 20 тысяч нормандий. Вместе сваренных. В общем, очень большая махина. И посмотрите, сколько оно должно весить все это. Я, конечно, понимаю, что это космос. Но, тем не менее. Я думаю, вы понимаете, о чем я. И дополнительные обвесы в виде оружия, они просто лишние. Потому что это все-таки не военный корабль. Это же не фрегат, который сможет как-то вертеться или еще что-то. Он просто летит вот тупо вперед и все. Пока он там развернется, сто пятьсот тысяч лет цветовых пройдет. Опять же. Единственное, что вот как бы это виразится. Немножечко мне непонятно. Неужели у них вот прям вообще нет даже каких-то военных кораблей? Мне кажется, все-таки какие-то маленькие кораблики, знаете, такие атакующие все-таки имеются. Потому что, ну, совершенно без оружия. Опять же, у нас же есть оружие. Ну, кстати. Есть оружие, которым мы, в общем-то, пользуемся на планетах, когда высаживаемся. Ну, мало ли, что ты там обнаружишь в этой Андромеде, да? Если ты хочешь, чтобы экспедиция завершилась успешно, логично хотя бы как-то что-то иметь для обороны. Но, тем не менее, этого не хватило, чтобы как-то противостоять к этому. Но, опять же, понятно, что они напали на ковчег. Ковчег это группа вот этот, летающий в космосе. Это все понятно. Но я все-таки надеюсь, что вот к вопросу о их боеспособности еще вернемся. Заместить приемники. Вот это, да, там была радиация. Вот интересно, проеду ли я теперь там? Давайте попробуем. Потому что там были в трейлерах какие-то военные, прям такие массовые баталии. Так что, я думаю, все еще будет. Просто это еще толком не расконсервировалось. Наверное, где моя Бибика? Господи, вот она. Так. Я думаю, может, ветру взять. Ага, на улучшение. Все. Полные. Причем? Вон, сколько всего я настаивала тут. Сейчас посмотрим, короче, проеду я или не проеду. А ехать туда-то на самом деле надо было, да? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Сейчас посмотрим. Может, ветру, кстати, реально взять, потом поговорить с этим, может, он ничего не интересного скажет. Хочу, кстати, напомнить, что у нас было довольно рядом хранилище, но оно было как раз-таки там, где была радиация. Третьего уровня, сейчас посмотрим. Как оно вообще? Вообще, забавно, что в такой близости от крепости кеток мы находимся, но при этом пока что нам ничего не прилетело. Подожди-ка. Я заметила. Все забываю сразу включать эту штучку. А где оно было-то? Вот как бы тут, ну, видите? А на датчиках ничего нет. Где оно? Найти еще эту точку, блин, надо. Пока найдешь дубу, дашь. Неу. Ну, ладно. Может, кстати, тут где-нибудь? Вот, смотри. Вот так вот. Надо сказать, что прям многое, но... Ну, хоть как-то. Слушай, смотри. Вроде едем пока, да? Где это мы? Да, вполне себе. А что тут было, кстати? Смотреть, зона сброса грузов. А, это было тут. Ну, это потом. Так, ну, пока что мы едем тогда в эту сторону. Слушай, можно я тут проеду? О-о-о-о, железо, 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 железо. Господи. Я никогда не думала, что мне железо. А-а-а-а-а, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Немножечко мы что-то усаживаемся, по-моему. О, смотри, она теперь мне эту штуку включает. Классно, ну-ка, что у нас тут? Ну, как будто бы ничего, да? Ну, хорошо. Знаете, удивительное явление, конечно, но мне эта локация почему-то, не знаю почему, нравится больше, чем локация вот этих синих, сине-фиолетовых джунглей. Я не знаю почему. Да что ж ты мне говоришь? Это еще найти, говорю, надо эту точку. Слушай, а сюда мы зайдем? Ты какая-ка, девочка, смотри. О. Что это? Транспортное средство не повреждено. Снижение функциональности похоже связано с поспешным отключением и воздействием окружающей среды на систему, да? Да. Ну ладно. Вообще неудобно, наверное, только по прямым поверхностям. Ух ты, это что такое? Да ладно, я что-то изучила. Сейчас подберем блокдан. Просто, ну, посадка больно низкая у этого передвигающегося апаурата. Если не брать в расчет восстановления, это устройство имеет ценность из-за нестандартной адаптации технологии и инициативы для выполнения работ в Илее. Самодельное устройство перепрыгнули, бла-бла-бла. Ясно. Любопытно, это же наши, да? А вот это их. Очень-очень любопытно. Так, что у нас тут есть? Слушай, ну пока что очень даже можем ехать. Прям хорошо. Это радует прям меня. О, смотри. Опа, опа, смотри-ка, база. Кто там внизу на меня губы раскатал? Так, ладно, пока что едем. Главное сильно не набирать скорость. Это сейчас вляпаемся во что-нибудь. Заодно тестировать. Тестировать его, спосканировать местность не надо. Надо не забывать. Ничего нет. Что это такое? Кустик? Вот, ну. Да что вы говорите? Может? Что-то как-то, мне кажется, надо бы зачистить. Что-то местность, ну, что-то даже высоковато будет. Давай-ка еще раз. Так, подъедем с этой стороны и поближе. Схитрожопим слегонцы. И вот наша база расследовательская прямо рядом с ними. Никто на нас не напал, да? До сих пор. Даже странненько. Только что плохая идея ехать, да? Не, машинка, конечно, убойная. Давай. Нет, пусть, сестры, нет. Да ладно. Должна быть как лошадь в Скайриме. Во! Вот это я понимаю. А вон они, уродцы. Бегут, кстати, уже. Смотри. Сейчас, 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 сейчас. Посмотрим сперва вот здесь. Сверху. Подкрысим немного им жизнь. Ты смотри. Я потом заберусь, кстати, назад. Вроде должна. Спрятаться так же даже незачем. Я, кстати, думаю, в одном из наборов, вот в этих избранных, можно будет... Вот, кстати, не вы ли, ребятки, вызываете мне тут сейсмическую активность? Паразиты. Ах, это же, я не туда вламываться была. Я гребаный инженер, но ломлюсь как штурмовик. Уже не первый раз. Привет. Нифига себе. Господи, где сохранение-то было? Надо не забывать сохраняться, перед чем-то сталкиваться с ними. Офигеть, просто, просто два выстрела, и меня нет. Охренеть, что это было. Подошел так вблизи вообще. Встал в наглую. Подкрысить. Вот она. Вот она, судьба крыс. Понимаете? Вот этим все и заканчивается обычно. Жалко, там просто даже ни одного камешка нету. И вот, мысль-то не закончила свою. Надо, возможно, взять будет способность баррикаду ставить, и потом наборы просто менять. И когда вот как раз-таки такие, какие-то пустынные локации, где нет чего-то, за чем можно спрятаться, можно будет выбирать как раз-таки набор, где есть вот эта баррикадка. Как-нибудь одну перегрузку, потом воспламенение и баррикаду, чтобы и броня, и щиты, и при этом защита, если она нужна. Что-то долго-то. Посмотрим, короче. Ну, это вот, блин, здорово все-таки, что такое обилие возможностей, и можно действительно очень много всего между собой смешивать, как-то компоновать, вариации всякие придумывать. Это здорово. Прямо реально глаза разбегаются в этом плане. Чего ты так долго меня крутишь? Это как тогда будет, да? То, что я ждала 20 тысяч часов, а потом выключила записи, она тут же мне и загрузила. Давай быстрее. Я не хочу потом склеивать ничего. Надо подумать, как к ним подойти, потому что сверху явно не особо работает. Они там внизу спрячутся и все. Вот, кстати, здесь бы пригодилась снайпер как раз-таки. Черт. Надо все-таки будет подумать. Наверняка имеет смысл качнуть потом, если будет достаточно очков. У нас, кстати, повторюсь, еще пока что ни одного персонажа, который пользовался бы снайперками. Ну, по крайней мере, я не заметила ничего такого. Меня смущает то, что мы можем дать нашим товарищам как бы очки распределить, но не можем им выбрать. Ну ладно, броню, понятно, не можем выбрать. Но даже оружие не можем выбрать. Непонятно, с чего они там стреляют. Как оно работает, там, сколько урон наносит вообще. Это, конечно, довольно странно. При такой, ну, в принципе, неплохой ролевой системе и при таком большом количестве выбора способностей мы при этом не можем как-то выбрать, что поставить товарищам нашим. Из-за этого как-то нихрена непонятно. Как со всем этим работать? А вот, да, все, да. Нифига себе заряд у тебя какой теперь. Да ты че? Они бегут ко мне? Или не бегут просто, чтобы понять? Ух ты. Слушай, а их можно закрасить сюда? О, смотри-ка, скверно. Ну, или что-то, что мне очень-очень-очень-очень-очень-очень похоже. Подожди, хотя, если бы была скверна. Ну, хотя это же она. Она, видимо, из этих самых... Из руин прорастает, видишь? Только видишь, она не красная, она синяя какая-то. Она изменена. Да, я-мое. Вот все-таки... Да, я-мое. Прицел на свете всегда был каким-то таким... Необычным. А куда пропал? Может быть, за счет камеры? Может, еще за счет чего? Да. Естественно, отсканировать я это могу? Могу. Скопление темной энергии соответствующей скверни, но меньшего объема. Может уничтожить электронику и причинить ущерб органическим формам жизни. Мы точно хотим на этой планете жить, ребят? Может, выберем какую-нибудь другую? Нулевой элемент. Да, е-мое. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Так, можно все-таки как-то... Как-то, как-то, как-то вот с теми разобраться, как-то... Ну, их там реально много. Надо просто с умом как-то подойти к нему. Но не так, как я сделала это первый раз. Вот, кстати, куски всякие. Еще к нему подойти. Это санва? Дебилы? Ладно. Ощущение-то, что у них тут что-то их раздолбалось. Неудачное приземление какое-то случилось или еще что-то. Вот это вот мне не нравится. Это вообще абсолютно. Так, как бы теперь... Ну-ка, ну-ка, подожди-ка. А это кто? А, мне тут как раз... А, мне сюда не надо было, прикинь. Хотела сюда, попала туда. Это норма. Тут у них тоже, видите, сейс-молот эти стоят. В наглую причем. Черт, забываю постоянно, что у меня перегрузка. Моя может рикшетить. Черт, забываю. Да куда я, меня еще не добили, видишь? Ну, опять-таки, кто-то может сказать, что вот, сперва сделали вот то, теперь, блин, ходим по карте, устанавливаем молоты. Ну, с одной стороны, я соглашусь, да, это такие инквизиторские задания, но по сравнению, опять же, если опираться на ранний масс-эффект, там задачи были другие. Там нам не нужно было ничего исследовать, и, соответственно, в таких заданиях, то есть, установить там-то молот, установить вышки, не было такого, такой необходимости. Там мы выполняли конкретные задачи, либо приходили расстреливали всех, либо проводили какие-то небольшие осмотры локаций и опять расстреливали всех. Здесь, в основном, там, точнее, были в основном именно такие пострелушки, ну и сюжетные, естественно, пострелушки. Здесь больше исследования, и это обуславливается сюжетом, потому что мы прибыли в новую галактику, на новые планеты, и ясное дело... Ясное дело, здесь будет чуть-чуть другой геймплей, будет больше исследовательского момента, и... Как я уже много раз говорила в группе, в том числе, когда там обсуждения шли, шли сравнивать, как по мне, Андромеду с ранними масс-эффектами не совсем корректно, потому что игры разного типажа. Там был именно шутер, здесь больше, во-первых, как я уже, опять же, неоднократно говорила, больше исследовательской жилки, и, соответственно, и заданий. Что-то тут есть, интересно. Контейнер со снайджем. Так, сообщите животных, пожелание смотреть другие объекты, но не помешает, на самом деле. Вполне возможно, там что-нибудь другое найдем интересные какие-нибудь моменты. Найдем тайник, но, кстати, можно к тайнику. А вот это вот давай сделать. А вот это что такое? Чьи там телеса стоят? То есть, опять же, вот... Те люди, которых утомляют такие задачи, поставить тут, поставить там... Никто же не заставляет это делать, это даже не главная задача, это побочки, на которые любой желающий может забить. Вот я к чему. Мне вот, знаете, непонятное возмущение людей, которые... Вот, побочки, сходи туда. Такие побочки есть в каждой игре, даже в том же Ведьмаке, третьем, всеми любимом. Те же самые побочки про монстров. Однократно писали, то что приходишь, берешь задание, идешь, мочишь, приходишь, берешь награду. Ну, опять же, по словам тех, кто играл и кто знает. Потому что я не играла, мне, честно говоря, при всей крутости Ведьмака и моей любви к РПГ почему-то туда не тянет. Вот опять же. Это вкусовщина, конечно, не в коем случае говорю, что, видимо, плохая игра, потому что это не так. Ну, меня просто не тянет, не знаю почему. Я пыталась, кстати, с этим разобраться, почему так. Вроде РПГ люблю, РПГ хорошее. Почему не тянет? Не понятно. Причем мир мне нравится игры. Но это как от мистика, на самом деле, одна из необъяснимых вещей в этом мире. Но я отвлеклась. В общем, все эти побочки, их не обязательно выполнять. Хочешь, выполняешь. Не хочешь, не делаешь. Иди по сюжету. И вот, знаете, вот это вот нытье вечное, то, что про инквизицию тоже, когда вот ныли. То, что вот, там много побочных заданий, непонятных каких-то эмошного типа. Во-первых, там далеко не так много заданий эмошного типа. Там много заданий вполне классического РПГшного типа, которые есть, например, в том же самом многолюбимом, многолюбимом, многими любимом Скайриме. И там почему-то никого не смущает. И даже в Моровинде, кстати, были задачки, то, что иди сходи там вот на горький берег, собери, пожалуйста, мне грибы каждого вида, потом еще, пожалуйста, сходи на поля и собери там цветы в гильдии магов. Самые первые квесты. Так что вот это всегда было. И сейчас агрессия, которая идет в сторону Андромеды, ее прям, знаете, под микроскопом изучают, хают ее за все то, что есть в других РПГ, которые всеми любимы. Скайрим, Ведьмак, не знаю, что еще сюда приплетить. Моровин тот же самый, кстати. И ничего, там это никого не смущает. Тут прям у всех возгорело. Опять же, еще раз, который раз повторюсь, не нравятся побочки, не делайте. Это же не обязаловка. Ругаться на это, мне кажется, это какая-то неадекватная реакция. Это делается для того, для тех, точнее, кому нравится. Вот мне иногда, например, бывает, я хочу, как я уже вам много раз, кстати, рассказывала, вот хочу, например, поиграть в игру, но не хочу идти по сюжету. Хочу просто побегать по миру как-то, побыть в нем, внутри всех этих красот, тех или иных. И тогда у меня включается режим хомяка второго уровня, когда я хочу ходить, собирать травки, какие-нибудь, еще какой-нибудь фигней страдать, абсолютно бестолковой. Охренеть. И вот как раз-таки в такие моменты, вот эти вот собирательные задания и прочее, оно идеально просто заходит. Даже я, в принципе, я ни в коем случае не говорю, потому что это интересные прям какие-то мега задания. Я от них тоже устаю, но если я от них устаю, я просто их не делаю. Я иду по сюжету, еще по чему-нибудь, то есть я не зацикливаюсь. А вот у некоторых людей прям так ощущение проблемы с этим. Их прям заставляют, силком тащат. Мне такое непонятно. Ой, тихо. Так что, в принципе, как я уже сказала, если в той же самой Андромеде бежать по сюжету и не зацикливаться на вот этих мелочах, которые лично мне интересно смотреть, потому что это часть сюжета, причем очень такая нехилая дополнительная часть сюжета, прямо связанная с сюжетом. В основном я имею в виду прям главной-главной веткой. Мне как-то не хочется это все пропускать. Скажу вам честно. Так, вопрос дня. Мы это будем как-то что-то с этим делать? Нет, видите, оно закрыто пока что. А почему? Потому что монолиты не работают, да? Почему они не работают? Я думаю, мы это выясним по сюжету. Кремния, замечательно. Так. Вот-вот-вот сюда вот. Надо как-то телесасы и продвинуть. Потому что там кто-то стоит. И мне крайне интересно, кто это. Причем кто-то важный. Его помечают как того же Брэдли. Ну-ка. Причем, конечно, в синем режиме, насколько мне известно. Насколько я заметила. Зак, если она как-то поможет. Дольше! Дольше работает. Может мне, конечно, показалось. Подожди, а человечек где? А, ну вот. Вот она, да. Все ясно. Как-то, мне кажется, будет очень поспешным, да? Так вот. Отсюда нападать. Наверное, за кустом сидит где-нибудь и не может выйти, потому что эти здесь застолбились, да? Давай попробуем их найти. Своих. Они такие тупые вообще. Бегает здесь человек. Еще надо реакции. Я так и думала. Дурачина. Где ты есть? О, ты так близко, ты хоть бы с другой стороны ко мне и спрятался бы. Техни, Дэнни. Ох ты ж. Это ты. Я же не в прямом смысле имела ввиду следить за кетами. Вот так. Техник, блин, Дэнни. Да подожди, сейчас будет. Чуть не помер ты, смотри. Изведи. Ну ты дурачина вообще. Ну не так же буквально следить за кетами, елы-палы. Дэнни, это было бы. Ты сейчас безопасен. Это как первая контакт? Это ужасно. Я не могу больше снять это, но Иос не умерет. Я буду в ремнинг. Машины, да? Дальше я готов. Я точно готова. Не помори. Стоит, главное, вот тут они его не застрелили. Даже удивительно. Хоть бы пролез вот там вот как-то, я не знаю. Ммм. Отпулз бы. Потому что они, по-моему, вообще на тебя не реагировали. Ты им нахрен не сдался. Да, странновато, конечно. Нельзя было как-то издалека, не знаю, через бинокль. Ой. Мне кажется, с ним будут вот такие вот квесты по спасению связаны. Потому что он потом кривик там пойдет. Там ему тоже, мне кажется, по башке настучат. Забавно. Так, ладно. Бибик моя. Бегу к тебе, мил моя. Вот вроде бегу прямо, а у нее... С ногами прям иногда проблема. Хотя, кстати, как я уже говорила до этого, в ранних масс-фектах тоже была вот эта вот фишка с ногами, которые в разные стороны разбегаются. Я помню даже то ли в первом масс-фекте, то ли еще в каком-то был баг, связанный с этим. Прям, она чуть ли там не на шпагат села, или что-то такое. Эос-поверхность, что ли? А, господи, я не туда смотрю. Камни для науки. Это сканировать минералы. Установить второй сейс-молот. Ну, я так понимаю, установка сейс-молтов, оно, в принципе, можно и за кадром, да, проворачивать. Давайте приемник тогда установим. Придется, конечно, развернуться, но... Ничего страшного. Надо все-таки будет разобраться. А, мы как раз туда едем, да? Вот эти чувачки, которые съесть молос свой установили. Потрясающе, конечно, соседство, да? Новеньких, видишь, везде на то же самое место. Ладно, не буду сейчас на них обращать внимание, пускай живут. Там-то маленьких. Я знаю. А вот интересно, вот если я молот вот этот их... Зачищу от них же. Они тоже отреспаунятся, как там, или... Все-таки именно эта локация останется нетронутой. Да, да ладно, я же зажала. Я хотела... Ого! Прикинь, да, как-то работает еще, подняться. Здесь, конечно, снайпер, как бы, не повредила вообще ни разу. Еще не то, что не попадай в него. Нет, на мой... Покузалуси. Кто? Спокойно, подожди. Ты ж так какой-то, а? А че он такой жирный? Не, конечно, снайперки нужна. Придется все-таки раскачать ее. Ну ладно. Пока что у нас вот такие контакты, более-менее близкие. Ну, мы считаем, вот этот. Но этот рандомный. Где-то есть его, смысл. Чувак! Ихте! Полный заряд просто перегрузки получил. Так, хорошо. Я могу как-то это отключить? Вот это вот. Интересно, два сейсмолта, которые прям рядышком стоят, они как-то друг другу не навредят? Мне кажется, все-таки имеет смысл на более дальнем расстоянии все это устанавливают друг от друга. Они мне нижний грунт, хотел сказать. Ну, вы поняли. Расшатают. Будет вообще, мне кажется, не очень. Здесь так под землей где-то там скверно распространяется. Гномы. Вечно мне везет. Так, ну ладно. Вообще, конечно, мне бы надо как-то наверх заехать, а не вниз езжать. Вот, вот, как-то, вот, как-то, вот, так вот. Что, я все-таки как-то так заеду? Проблема с тенями вот на этих скалах. Вот эти вот иглистые такие тени, я заметила? Так, вот тут, вот это, вот, видите, он парится. Ну, тут я, надеюсь, и заеду в наглую. Что-то там, мне кажется, нет. А вот тут вполне, я думаю. Да, ядочка, ты же моя прелесть. Да, все-таки, кочевник это вам не маку. Прикольно, у вас тут наверху. Ну, почему-то кучу, что за этими каменами что-то есть. Но я проверять не буду это сейчас. Мне нужен тайник. Так, самый, и все. Выйду, пожалуй, тут. А то потом упаду и вообще 20 лет буду заезжать назад. Так, привет. Так, вперед. Ниндзя. Ох, смотри. Нифига, как вы это сделали? Мне кажется, чтобы это сюда поставить, нужно было, не знаю, очень-очень долго работать. И очень долго строить. Ну, магия. Уличное здействие. Ну, это про Джейн Гарсон говорит. Ну, ладно. Так, хорошо. В принципе, я думаю, так как молоты это такое какое-то, ну, не собирательное, а больше раздавательное задание, их можно будет реально сделать за кадром. Вот, кстати, другой объект. Поэтому давайте мы здесь приостановимся. Я сбегаю, наверное, вот сюда. Здесь, в принципе, делать особо нечего. Может быть, если там, конечно, можно будет проехать, я проеду. Ну, то есть открою просто тупо точки для быстрых перемещений, чтобы было удобнее просто жить. Вот здесь еще надо посмотреть, что тут такое. Ну, это уже потом. И активатор памяти, наверное, тоже за кадром соберу. Минералы тут остались. Вот координаты. Вообще нам по факту туда в основном нужно. В общем, все, что можно сделать за кадром, я, наверное, сделаю за кадром. А вам пока что скажу большое спасибо за внимание. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. И, в общем-то, не забывайте про лайки, если это так. Не забывайте оставлять комментарии. Пишите свои впечатления на данный момент. Пишите свои впечатления об игре. Если в нее вы сейчас играете сами, и как вам на практике все это заходит, будет интересно послушать ваше мнение. Только, пожалуйста, ребят, без бомбежа, без какого-то. Все имеют право на мнение. Только давайте его высказывать все-таки культурно. Вот. Призываю в очередной раз к этому. Потому что, к сожалению, иногда в пылу дискуссии люди об этом немножечко забывают. Поэтому давайте оставаться все-таки людьми. Ну и, в общем-то, большое вам спасибо за ваше внимание. Не забывайте про группу ВКонтакте. И до встречи. С вами была Саван, как и всегда. Пока-пока.